Данное событие носило статус отнюдь невидового мероприятия. Среди приглашенных гостей был заместитель Акима Павлодарской области Улан Жазлбек. Полную информацию о технических характеристиках, возможностях и перспективах развития подстанции гостей информировал генеральный директор компании Railway Systems KZ Артур Хачатурян. Мы видим открытые распределительные устройства с коммуникационным аппаратом FISIMIS. Мы видим прекрасные трансформаторы компании SWELF, полезительные. Каждый по 40 тысяч киловольт ампер. Оно позволит не только для работы тех заводов, которые на этой площадке находятся, также и развивать эти заводы, будущее развитие за этой подстанцией. Я хотел бы от имени представителей тех заводов, которые здесь находятся, поблагодарить в первую очередь Акима области, аппарат Акима области, аппарат Акима города. После краткой информации слово взял чиновник с областного центра. По словам Улана Жазылбека, в планах руководства области, да и страны, создать на базе Экибастуза производственный железнодорожный кластер. Созданный в области и быстро развивающийся железнодорожный кластер, он нашел свое отражение в создании заводов. И теперь вот как раз подстанция как раз таки предназначена для усиления мощностей наших заводов, которые, естественно, послужат залогом развития будущих заводов. И согласно поставленной задачей главы государства, работа на опережение позволила создать вот эту современную подстанцию, высокотехнологичную, и мы надеемся, что она обеспечит все инфраструктурные потребности железнодорожного кластера региона, государства и частного бизнеса. Ленту перерезали заместитель Акимобласти Улан Жазылбек и председатель правления акционерного общества БРК «Лизинг» Нурлан Байбазаров. Новый проект стоил государству и бизнесу региона более 2,5 миллиардов тенге. Станция с рабочей мощностью до 80 мегавольт ампер будет обеспечивать бесперебойной энергией и сам завод «Проммашкомплект» и его предприятие дополнительного производства. Участниками проекта являются такие предприятия, как ТО «Тамыр», ТО «Астана Калакоролос», «Сипкотес». Строили объект представители фирмы «Ферратранстрейд». Вопрос об строительстве подстанции стал, когда начал развиваться этот железнодорожный кластер, что из-за недостаточности существующих мощностей у энергоуправления и с подстанции КИГОКа не позволяли развиваться дальше этому железнодорожному кластеру. Поэтому было принято решение построить свою подстанцию с достаточной мощностью, чтобы и на перспективу имела возможность развития этого. Ознакомившись с работой подстанции, и заместитель Акимобласти Улан-Жазлубек, и глава Акибастуза Нужана Шимбетов отметили, что этим событием дан старт новому развитию нашего региона.